Песня Песня Откровение 14 глава 8 стих Откровение Часть суда Божия наступил, и вот весь другого ангела. Пал, пал Вавилон. Это будет началом суда, первым камнем, брошенным в мир при его осуждении Богом. Если сказано в прошедшем времени «пал, пал», то это не означает, что падение Вавилона было ранней жизнью зрителя и самого видения. Вавилон представляется падшим только в самом видении. Произойдет же это в кончину века и станет событием, совершившимся для людей того времени. Для тех людей прозвучит весть «пал, пал Вавилон». По значению имени Вавилон – смешение. Весть ангела можно разуметь как падение с наступлением суда и кончины века, смешение настоящего мира с грехом и всякого житейского смущения. Весь этот хаос и смешение, которое ныне царствует в мире, как вавилонская башня, но стремятся к небесам при Антихристе, падут и исчезнут в час суда Божия. С другой стороны, Вавилон – город великий. Это будет действительно великий и богоборческий город последнего времени. Вавилон – один из древнейших городов мира вообще. Это древнейшая цитадель богоборческого и всякого нечестия. Это злейший враг Израиля. Тот известный нам ветхозаветный древний Вавилон – прототип великого города последнего времени. Из жженых кирпичей воздвиглась древняя Вавилонская башня к небесам. Вавилонская башня из дел сожженной совести вознесется к небесам в последние времена. Об этом городе в последнем времени сказано, что он яростным бедом, глюда своего напоил все народы. Подобно было сказано пророкам Иеремии и о древнем халдейском Вавилоне. Иеремия 51-7. Вавилон был золотой чашей в руке Господа, обвинявшей всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали, упиваясь яростным вином блуда. Слово яростно означает жар, пламя. Блуд здесь назван яростным, а огненным вином, воспламеняющим все тело и разжигающим все страсти. Подобно этому великий город кончины века воспламенит все народы, напоят их до безумия нечестием и всеми мерзостями. Вавилон научит все народы блудно ходить перед своим истинным Богом. Блуд здесь любая неверность Богу и общение с грехом. Известно влияние великих городов на прочие города. Как из рассадников зараза расползаются из них по всему миру нечестия и пороки. Таково будет и раскрывающееся влияние этого великого города последнего времени на весь мир. И не просто равнодушно будут люди грешить и отвергаться Бога, но совершать это яростно, как опьяненные до безумства. И тогда внезапно придет конец этому городу. Пока народы безумно пили из Вавилона, как из золотой чаши, яростное вино, блуда и безумствовали, внезапно пал Вавилон и разбился. Так будет и в кончину века. Пал Вавилон, начался суд. Когда явится горний небесный Русалин, тогда сей Вавилон окончательно пойдет и истребится. Блуд здесь назван яростно вином, но известно, что и крепкое вино может привести к блуду. Почему апостол и говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Кефесянам 9.18 Мир сейчас затоплен блудодеяниями и распутством. Реки вина текут, не прекращаясь. И люди пиваются. Не обратится ли это вино некогда в вино ярости Божьей? Притча 23 глава 31.33 Не смотри на вино, как оно краснеет, Как оно искрится в чашек, Как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужает, как астмин. Глаза твои будут смотреть на чужих жонок и сердце, то есть заговорит в раздражении. Я сегодня только считал, как в России, А тогда в 1554, то сейчас такие годы, Константинополь, он назывался Второй Рим, Второй Валентин. И когда он упал под удары на Османской империи. В России на другой день буквально проразвратили. Мы Третья Валентин. Мы Третья Рим. И сегодня особая есть организация, Там Полу-Ременцов, Которая себя называет Мы наследники Второго, Первого Рима. Это мысли. Нигде на других континентах этого не было, Чтобы люди присваили себе Это мы. Два парня. Почему вы не пойдете? И Третья пойдет. Это все подготовка к Антихриста. Как в то время это было рассуждать? Толкования не было. Мысль приходит, что Анто и сам этого не понимал. Повел он. Откак это. Второй. Да еще и третий. А ну все, от Трой идет. Я вот рассказывал, в прошлый раз, Раньше еще, про Михаила, для России, Что значит имя Владимир Третья. Первый образовал, Вот по олимпе, Князь Владимир. Никто не спорит. Князь Владимир. Приходит Владимир Ульянов, Разрушает этот конгломерат. Теперь другой Владимир Третий, Власти. И с чем это закончилось? Государство образующее. Это Михаил. Не вводит, а Михаил есть. Роза Романовых. Второй Михаил приходит, Разрушает государство. Михаил Сергеевич Горбачев. Но второй, это Михаил, Оказался, Досолен Николаем, Родной брат. Он принял от него, Когда тот отрекся, А этот принял на один день. Но еще все разрешено. А третьего все ушло. Больше нету. Три у Бога на три. Первый Вавилон упал. Атила там был. А ларик разбили в Вавилону. Второй, это Константинополь. Теперь Стамул. Он вылетал. А третий, Вот теперь третьего Вавилона будет Москва. И она будет сожженная. Откуда вы знаете? Откровение 17-18 глава. Там подробно описывать, Что там есть. У нас были на занятиях люди, Которые много знают. Москва, Санкт-Петербург. Вещали, Там, Ильдин такой. Давно нас знают. Да нет, Это вот. В первую очередь, Вавилон на севи холмах. Так что, Один могу подразделить. Вашингтон тоже на севи. Правильно, Еще Аман третий есть. Но теперь, Напоил о вином благороделение. Каким вином? Если про нас говорить, Мы знаем этот третий интернационал. Это учение, Духовная трава. Вот так. Рассматривая вот в этом ракурсе, Мы увидим, Близко-близко, Вот где-то. Вот сейчас вот что делает, Вот военная операция, Это тоже в план вписывается. Остатки, Что там осталось, Подобрать придется. Сегодня въехал, Наверное, Вячеславский, Игнатов Сергей Егорович, Вкарский. Приезжал здесь, Не один год был, Взялся за оружие, Защищать самостивие в Украине. С настоятелем. Ара самостивная сейчас, Никогда не была, Вообще, На что был Бандеру? Бандеру канонизировали Степана. Насколько раз это верно, Не знаю. Но если Бандеру, Они канонизировали, То что удивляться, Что канонизации, Канонизации хотят Сталина, Суворова. Прямо на снимке, Стоит Сталин, С одной стороны, Александр Ильевский, Другой, Дмитрий Донской, Сталин. А здесь ли такая Бурка хорошая, И Евангелие в Украине, Абонисон, Не глядывал. Не видал. В Латвии, Показа Эпикона, Адольфа Алоизовича Гитлера. Я говорю, Его-то за что Показа Эпиконизирует, Мне один священник еще Себе сказал, За то, что Явлея в душе, Заодно это Его надо Святым посчитать. Я говорю, Рехнулись совсем. За это. Даже пальцем прикоснуться, Даже плохо говорить Не повелел Бог. Его и постигла, Такая, Украшица. Вот история. Мы знаем, Будет то. А до конца, Знаете, Да зачем все знать? Иногда в такие Детали лезут. Ну не надо. Такого роста он будет. Вот как эти Мусульмане, Они понимают, Что он придет, Атихость. То ли у него Третий глаз Волгу будет, Или что-то такое. Он будет нормальный человек. Вот есть такой Фильм, Называется Атихость. Как он приходит к власти, Какой у него характер. Там все описали Сутирские. Постарайтесь По всем угодить. Вот три слова Владимира Сергеевича Соломьева О мантихристии. Я бы не хотел Не верить. Но сильно докажут. И я верю, Что так будет. Какие порядки, Возраст, Познаводействие. Не и, А или. На щело Или на правую руку. Уже сейчас Добровойцы Приняли. Заходят. Раз. Верия открылась. Подходят. Магазин. Только раз. Все. У него деньги там забрали. Ну, давай дальше. Впусть. В России На каком основании Батюшка И Ткачев Считает, Что Валерон Это Нью-Йорк Ну, Аминьорк Там. В Нью-Йорк Или в колоках. Вопрос такой. Аминьорк И Ткачев Считает, Что тут речь идет О... Игнатью. Ну, А померее. То ли Нью-Йорк То ли Вашингтон Что-то такое Вот об этом городе. Вот он так считает. Не знаете, На каком основании? Что считает? Ну, Вы говорите, Что он пал-пал Валерон на Москве А он говорит, Что это Нью-Йорк Или Вашингтон Я уж точно не помню. Ну, К Америке в общем. Вашингтон Или Нью-Йорк И написано На ней Ну, Нельзя так просто Сказать-то. И надо доказать, Что написано. И на ней Кровь святых. Это не просто Две капли крови. В Москве Сколько Бутова Одних священников? Петеричные Это Ста тысяча. А сколько Миллионов А где Вашингтоне? Мне этого человека Не трогали. Ну, Не сходится. И дальше Говорят, Посыпкой голову Петлом Обогатились. А доверите, Кто обогатился? Она только Грабит и грабит Все народы. А эти Биллиардные Поставки были Перестройка Начала Всем просили. Кому были Нам должны Со всеми рассчитаться. Ну, Надо же смотреть, Счет соответствует. Я уже Звучал А потом Он Раз И тебе Звучал А раньше Апиксировали Где борода Капка у человека Какие глаза Ну, Пушник Когда описывает Это Дмитрий 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 Был Он же Дмитрий И у него Там На спине Какой-то Знак Был Там Где-то Билли Осталось И Он В одном месте Стали Проверять Паспорт А как У него Все Сходится Так Это Он Он Сразу В окно Сиганул Разбил И убежал Будущий Царь Царь Дмитрий Одного Кадеты Кадеты Какие узнавали Как Куражка И от куражки Остается Здесь полоска А кадеты Мольщейшие 17-ти лет Никого нету Кого поймали Такой Раз Кураж В этом За Вашингтони В Нью-Йорке Не сходится Никак Не обогатились Пусть это Покажут Кого Обогатила Америка Она Наоборот Обдирала Только Возьми Мамар Каддафи Какой Был Разбили А Милош Еще Серьги Терне Умер Вот сейчас Вышел ролик Никитина Михалкова В одном В ролике Все это И у него Посещание За последнюю Неделю Волгаса 19 миллионов Этого ролика По порядку Когда Америка Где что делала Говорила И что о ней Когда говорили И выходят Эти ораторы Нельзя так Голосовно Нужно доказать А там Не только Это Там Ее Признаки Какие В 17-е Восемнадцатом Вы Когда дойдете Будете считать И ты увидишь А которые у нас были Которые спорили Они все ушли Он привык Говорить А он не сходится И не стыдно А я ему доказываю Это не Докладно Он боится Сказать Или не хочет Или не боится Да Но Признать Он боится Это сказать Признать Или как Или не хочет Может быть Ну Андрей Ткачок Это Да Он мог Но он Смелый Вот он Когда появился Здесь В России Бежался Я подумал Он Рано или Котом на меня Тинется Но получилось Так Кто-то составил Ролик С ним вместе Я и он Отзываемся Патриархией Когда Патриарх Гавани встретился С папой Франциском Ну и тут Все Я поминать Не буду Там фамилия Жар Не буду Епископы А я возьми Задаю вопрос Ну он Светился С папой А он Продал Россию За 30 серебрников Покажи Где Он подошел Благословился Поцеловались Ну что Еще Когда все Уже Продано Что Он может Продавать Крещение Все По-католически Битые Попы Стоят Толстоморда Ну Да вот Он Продал Ну назовите Что я тоже Знал Руками Развлазить Священки Каменару Приезжали Я сказать Вы вот Знаете Все А тут Проморгали Что Патриарх Что встретился С папой И всю Россию Там подписал Знаешь Вы доказательств Не имеете Я считаю Как Просто Возгрузенный Наш дом Говорит Продал 30 серебриков Ну покажите Хоть один Какие пункты Патриарх Кирилл Уступил Патриарх Я не против Но вы Не говорите А я не знаю Когда начались Гей-парады На Украине Отец Андрей Ткачев Там начал Зромить Ему Угрожали Смерть Не просто Так И он Бежал Как говорят Да На него Нападали Священники Все Эти Дворки Я Посчитал У него Где-то 2700 Наверное Роликов 2700 То есть Почти В 18 Раз Меньше Чем у меня Ну и это Просто можно сказать Удивительно Он постоянно По каждой теме Не так Вот когда сказали Гадарита Зараза Он был костерного таря В военном противогазе Вели Ну Я бы не сделал Но оно так впечатляет И вы дошли до того Что должен Человек одевать В Москву И потом У нас поехал Тут Николай Остахов Был И я ему дал Книги Три тома Нового Завета Боже на Вля Филакта Для Слова Божия Нету Сламинированных И тысяч Ну православия Второе знание Он не как Он находит Где он служит А никто не говорит Где он живет И наконец Он натовался на него И подарил Эти книги И потом Он берет Какая-то женщина У него интервью Он сидит В доме у него И она так Это ваше библиотеке Когда он так проводит И доходит Пять книг Моих стоят И у них кадр Она остановилась Но они книги-то Выделяются Я думаю Он не все Просчитал Но уже считал Могу пока Он говорил там Маяковский Какая жена Как Ну ты все Знаем где-то Как у нас Шевченко был Николай Олегович Все знают И здесь Так же самое А тут А у меня-то тут В каждой книге Открытым оком Я делаю Три тысячи ссылок И он выходит Народу С Библии С Библии в руках Через неделю Как она получила От меня книги Но он увидел Центральный момент Это Библия И Христос И он Выходит с Библии Мне со всех сторон Стали писать Это он посчитал Ваши книги У него никогда Этого не было Потом ведет занятие Кружок Вот так Открыта Библия И так это Опиширует И Ну Я склонен думать Что он посчитал Что-то И теперь Думаю Вряд ли На меня тенется Потому что Подарок Слишком велик И он При таких знаниях Если я не ошибаюсь Говорят Он полковник Военный был Ну Говорят Это Я не проверял Что Мнение его Он обо мне Никогда не отвлекался А тут получилось Я доступился За патриарх И он Я составил Один Фотографию Вот этот Женцик Которого в Англии Пример-министр Это волосы Такие у него Копной Говорят Как будто Он взрослый На макаронной Патриарх Вот И кто-то Сделал фотографию Я ставил Говорю И он Говорит Пример-министр То ли Волосы Хотели Показать То ли Что На одну фотографию Насцепили А его Отправили В отпуск Да О Басе Андрея Мы молимся Каждый день Вот О Дворкине У меня нет Молитвы Я иногда Бываю Серединочь Катя с Арсений И там Кого-то Он исповедовал Какого-то И говорит Молитва Не идет Не идет Он преступник И не поэтому Просто не идет Я опять Помолился И сразу Только с молитвы Отошел И опять Нет его Ну думаю В следующий раз Я ухвачу Его Потащу Нет Опять Прошел мимо Молитвы Нет Я иногда Просплю Ночное время Назначено Там На 12 А проснулся Уже вставать Уже почти Три часа Три часа Это у меня Подъем Я тогда Давай за ночную Молитву Почитаю Потом отдельно Потом Придем Да скажем Это детская игра Господь Любит детей За любой вопрос Я не молился Не молился Ни один вопрос А последние дни Работали На работе Здесь Работали 12 часов 13 А я вместе Со всеми Землю копаю Тащу Что можно Они меня берегут Но я все Я работаю Я только зашел Надо посмотреть Кто зашел Только включил И тоже У меня спинка Трус за основу Проснулся В первый час Где я нахожусь Дома Молился Не молился Вот мысль сразу Еще я одет И сижу Скорее Поболился Раздел Старок купать Мы Симаковский Сделаем Теперь Рыжковский Набиваем Поставили Сепки Сразу Пересли Два ведра Да Карась Золотистая Да Барь Сой Да Вы хоть Зашли бы К нам Взяли Мы Почистили Зайдите сегодня Дадим Потом Мороз Кишки Кишки Возвращаем Одна Каверна Была Дальше Дяма Одна Я ее замерил Она примерно 70 кубометров Но Бросить Что-то Можно И мы До обеда Почти Ее Золотали Уже Сделали Трассу Дамбу И ниже Но набрали Земли У меня Семь Ран Курдобер Перед тем Как расстаться Он на грудь Отступит Столько Семь Таких Ковше А теперь Ничто Убрать Так что Там Посмотрите Пошли дальше Живет 50 стихи И третий Ангел Последовал За ними Говоря Громким Голосом Кто поклоняется Зверю И образу Его И принимает Начертание На чело Своё Или на руку Свою Тот Будет Пить Вино Ярости Божьей Вино Цельное Приготовленное В чашу Гнева Его И будет Мучен В огне И сере Перед Святыми Ангелами И пред Агнцем Толкование Вавилон Павлов Теперь Возвращается Наказание Божие Всем Принявшим Антихриста И Поглавившимся Ему Кратко Но ужасно Было Сатанинское Торжество Людей Антихристов Царства Теперь Расплаты Тот Будет Пить Вино Ярости Божьей Вино Цельное Приготовленное В чаши Гнева Его Кто пил из сатанинской чаши яростное вино блуда, тот будет пить вино ярости Божьей из чаши гнева Божия. Объединенный блудом будет объединен яростью Божией. Тот чем грешит, тот тем и наказывается. Таинственная чаша гнева Божия прослеживается на протяжении всего Священного Писания. Человек согрешил, и вот с того дня чаша гнева Божия нависла над ним. Она все более наполняется видом ярости Божией из-за умножения беззаконий и блудодеяния народов и готова вот-вот опрокинуться и извиться. Временами некоторые капли оброняются, наказывая нечестивых, потоп, гибель фараона, лавилонский плен. Однако чаша еще не излита. Спокойные и нечестивые, но пророческим оком видят страшную чашу мужи Божия. Дождем прольет он, Бог, на нечестивые горящие угли огонь и серу, и болящий ветер их долей из чаши. Воскресает царь Деи. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. Псалом 74,9. Особенно много пишет об этой чаши пророк Еремии, 25 глава. Ибо так сказал мне Господь, Бог Израиль, возьми из руки мои чашу сию свином ярости и напой из нее все народы, которым я посылаю тебя. И они выпьют и будут шататься, и обезумеют при виде меча, которые я пошлю на них. И скажи им, так говорит Господь Сауов, Бог Израиль, пейте и обвинейте, и изрыдните и падите, и не вставайте при виде меча, которые я пошлю на вас. Если они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им, так говорит Господь Сауов, вы непременно будете пить. Иеремия 49,12. Ибо так говорит Господь, вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее. И ты ли останешься не наказанным? Нет, не останешься не наказанным, но непременно будешь пить чашу. Радуйся и веселись, дочь и дома, обитательница земли Уц, и до тебя дадят чашу, напьешься до пьяна и обнажишься. Счастье, он, наказание за беззаконие твое кончилось, он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь и дома, он посетит и обнаружит грехи твои. Плачь, 4 глава. Или вот слова пророка Иезекииля. Ты ходила дорогу сестры твоей, зато и дам другу твою чашу ее. Так говорит Господь Бог, ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвергнешься по смеянию и позору, но огромной вместительности ее. По группе. Опьянение и горести будешь исполнено. Чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей, Самария. 23 глава. Возвращает и пророк Аввакум, ты присытился стыдом вместо славы, пей же и ты, и показывая срамоту, обратиться и к тебе, тяжей десницей Господней, по сравнению на славу твою. Но параллельно этой черной нитью пророчеств Писания от чаши гнева Божия прослеживается и красная нить от чаши спасения. Неизвеченно едино таинство превращение чаши гнева в чашу спасения, вина ярости, вина любви. Чашу спасения прийму имя Господню призову. Псалом 115.4. Восклицает псалмоперец. Так приступим и рассмотрим все таинства. Смертоносная чаша гнева Божия изливается на невимых животных. Они закалываются и наполняются чашей их крови. И заклали тельцом. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвы. Взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами. Исход 24. Но это есть тень будущего, а тело во Христе. Колоси 2.18. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна 1.29. Христос взял на себя грех всего мира, а потому над ним низко нависла чаша всего гнева Божия. Все накопившееся в ней от сотворения мира и все, что еще накопится в них до окончины века, века. Все готово было излиться на сего непорочного и невинного Агнеца. Вино страшной ярости Божией подносится к неоскверненным устам Бога-человека. «Можете ли вы пить чашу, которую я буду пить?» Матфея 20.22. Спрашивает Христос учеников. «Неужели он, причистый и неоскверненный, должен пить ярость Божию и пить эту страшную чашу до дна?» «Не потерпевший, ни малейшего прикосновения ко греху, должен ли испить все море возмездия за грех?» «Если возможно, доминует меня чашу сиян» – Матфея 26. Молится он в скорби и тоске. «Это не малодушие, это не слабость, это содрогание его, причистого и невинного, от прикосновения и даже соцелого погружения в гнев Божий. Содрогание от испития чаши широкой и глубокой, посмеяния и позора, наказания за грех. Это содрогание причистого и всесвятого от наказания за всю нечистоту и мерзость мира. Это содрогание возлюбленного отцом сына, вечно пившего любовь к отчью, от необходимости испития ярости и гнева Божия. «Божий мой, Божий мой, для чего ты меня оставил?» – Матфея 27.46. «Мог ли, пивший более всех иных соучастников и рей радости от отца, теперь пить вино его ярости?» «После такого ирея, такое вино!» «И он воскликнул, жажду!» «Отец мой, я пил твой ирей, теперь жажду твоего вина!» «И он испил предвечную чашу гнева Божия, вино ее ярости, свершилось и предал дух свой!» «И вот горница, большая, устонная, приготовленная, таинственная тишина вечерей!» «Христос взял также и чашу, после вечерей, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается!» Лука 22.20. «В этой чаше ярости Божией, его гнева, теперь моя кровь пролита, должна была быть ваша кровь, но пролита моя!» «Пейте из этой страшной чаши ярость его, излитая на меня, притвориться в любовь его, излитую на вас!» «Чаша гнева, испитая вновь, стала чашей любви, испеваемой вами!» «Я жаждал за вас испить вино его ярости и гнева!» «Жаждайте и пейте вино моей любви и милосердия, которая есть кровь моя!» «Но люди отвернулись от этой спасительной чаши Божественной Евхаристии, а свернили ее недостойными устами и вовсе отвергли!» «А потому выслушаем гром апостольских слов!» «Сколько тягчайшему думаете, наказанием повинен будет тот, кто попирает Сына Божий и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен!» «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, будет Господь!» «Страшно впасть в руки Бога живого!» К евреям 10 глава. «Об этом и весть апокалипсического ангела!» «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаши неба его!» Вино цельное. «Если ранее Господь наказывал людей, то всегда растворял свою строгость своим же милосердием, крепость вина ослаблялась водой. На страшном же суде будет вино цельное, нерастворенное. Нерастворившиеся свое яростное вино блуда, слезами покаяния, будут пить нерастворенное милосердие в вино ярости Божией. Несчастный грешник, принявший антихриста и отверженный Богом на страшном суде, подвержен судом чаши неба Божия, будет мучим в огне и серии пред святыми ангелами и пред агнцами. Мучение в огне и серии в Писании представляет вечные муки нечестивых и еди огненной. Эти муки будут еще особо усугубляться тем, что они будут пред святыми ангелами и пред агнцами ввиду их. Нечестивые будут видеть вечное блаженство святых ангелов и их служение единому Богу. Будут видеть то, что они навечно, навсегда потеряли. Будут сравнивать свое состояние и состояние блаженых. Будут видеть тех, за вражду которых удостоились вечных мук. Более того, их муки будут пред агнцами, и они возряд на него, которого пронзили. Будут видеть того, на которого восстали. Но не омоют их уже его рады. Не способны они уже не каяться, не печалиться, не сожалеть, но только вечно мучиться. Многое открыто было. И это вот, как она летящая века. Понимал ли он? Если понимал, то понимали, что люди не понимают. Считает Андрей Кисаденко, проповедист, вот такой шеф-порт, удар, боясь, чтобы не было большего гонения. Сказать, что Рим этот болел, и дальше постигнуты все эти казни, он опасался, чтобы не вызвать больше гонения. Мы в такое время живем, что можно о том договорить. Но коснусь конкретно, вот сегодня, идет, где война особенно тут нападает. Я написал ролик, один назвал. В Украине нельзя молиться о прекращении огня. Ой-ой-ой, сколько там зашло на меня. А какие вы верующие? Люди ничего не знают, они не знают, война плохо. Поэтому дай мне. А за что? Я показал. Слава 8.10. Иеремия. Никакого. Без Бога-то. Я либо вопрос не решив. Ну а как? Да будет воля твоя. Проклят, а меч Господний, и зеркал откровитель. Да по-вашему, что вы какие-то, а то меч Господний? Меч. А меч советский совет для него. И все получили на расплату. Очень хорошее место здесь, наверное, если бессонницы нет, приходи. У меня когда было раньше так, охота быстро заснуть. У меня тоже стихотворение Маяковского было. Я вот так на глаза поставлю, и он наверное проснул. По странице не посчитал. Сегодня ночью тоже. Где я нахожусь дома? Вот, черт, я разделся там. За пипит там уснул. За аквариатурой. Когда хочешь спать, не можешь уснуть. Открытым оком берешь, и в окки закрываются сразу. У меня Вячеслав Друкелюбра, он говорит, а вы можете припомнить, когда в последний раз спали 8 часов? Я говорю, никогда не припомнишь. Причем, а у меня не было. Вот те годы, здоровья-то хватало. Не то, что там сейчас в руках. И два с половиной часа в сутки. Сейчас удивляюсь, как было. Мама ночевала как-то уже два часа, а в 2.40 вставать надо, а уже два часа. Так не нажился, нет. По пять минут я отрывал. Я на себя оправдываю. А уже меньше встал, я просто иду и заснул. Прямо ходу. Дальше. Ну а в районе-то, когда переходили с места на место ночные, то вот они стоят с шестером, я сейчас вам покажу. По краям те, которые годы стоят. Которые посередке, четыре человека в каждом ряду, все спят. Сейчас прошел, меняется. Гуси, когда летят далеко, уже уравли точно так же, уже определили. Которые сзади летят, они клеток махают, а сами спят. А вожак должен быть есть. Они меняются именно с собой. Сон – это важное дело. А Златорон говорит, сон занял не из-за того, чтобы Тайка лежать, а из-за того, чтобы Бога прославить. И как трава умывается росою, так молитва слезает. Да, вот я посмотрю, есть такое, называется, шторм на море реквием. Прочтите, посмотри за идеей. Как он корабль ныряет, одна мачта торчит, а потом на волну поднимается, с элифом опять ныряет. Я в какое-то время стоял на штурвалах. Первый раз подумал, что если бы дали, вот сейчас, сейчас, я точно не скажу, но Серега щетерегит об этом время. А там, где я откуда руковожу, там вот такие веревки лежат, канаты. Вот упал он на канал, и сказали, засни там за 20 секунд. Даже еще, пока падал, бы уже заснул. Вот за эту бахту я бы мог три отстоять, но надо стоять сейчас. Вот когда шторм, проще, не моя бахта, не моя очередь, но я же учился в училище, его еще и стол. Ну, представьте, тормозной путь километров с лишним, чтобы остановить. И вот когда идет, особенно когда в канале, и тут корабли стоят, и тут. И куда ты завернешь, ты полосанешь сколько? А не моя бахта, я в каюте все там считаю, в это время забегает, Лапкин за штурвал. Да не моя очередь-то. Никаких. Вначале каравана нашего был задор, утром поднимаюсь, а на балке тишина, и тонкий-тонкий слой, да, твое. Вот так вот, поднимаюсь, оглянулся, заходит. Я знал, что Лапкин за штурвал, как битва разгресена. Понимаю, почему? Я не могу сказать. Начинаю, да, в городе идешь, дома тебя как будто сдавливают, куда ни глянь, а тут до предела, до конца, небо, земли. А тебя вот чувствуешь, он еще только дрожает, начинает, а ты уже должен понимать, маленько подвернуть надо, вон, ну, два прибора, разлом, это компас. Я поподдно хочу сказать, так и здесь. Вот у маленьких считают, я не совсем согласен с этим, с блаженным пиофилаком, где он там на монашестве говорит, уж молчу, ты это так. Потому что, на монашестве все злодеяния, все реминии, ложные, не проповедуют, вот и ушло. Получили возмездие свое. И сегодня все в монастырь. Монастырь, это эгоизм. В житиястве ты считаешь, в лица все было. Ты видел когда-нибудь в деревне, чтобы одновременно глазом охотить тысячи человек? Ну, нет. Хоронили 300 человек, то много. А это 11 тысяч. 8 тысяч человек. Семь у него мужиков, еще не в Лепу, женский монастырь, а ему подчиняются 4 тысячи. И там идет сестра. Это невероятно. Пересчисляют, сколько у него там в кузнецу, сколько там в машине монастырь, электриков, поваров, переплетчиков, книги, переписчики, а другие машин пока не было. И за ним следили свои, какое ему видение какое-то. Однажды они этот хворост забирали. Ну, хворост около мер с хворостом. Вдруг встал, как Серафин Саровский. Его изолтера уводит, а он еще видит, остолбенел. И его видят. Он говорит, если молишься, закрой глаза, спать захотел, откроет. Но он даже наоборот. И вот здесь самое, братья, что-то ему Бог показывает. Что-то показывает, какие мы хорошие. когда он с хворостом постоял, потом открыл глаза. Батя, Батя, да что же я видал? А все, меня, наверное, видал. Сад с небесом. Качели, темные люди, все. Пытаются вывезти, а все на отвесной, падают друг на друга, все на тело, бабы друг на друга сшибают. И только единицы добрались до места. Это пастель. Он увидел монастырь. Мазахи так и ашиных. Неужели это вы такие слепые, темные, другую голуба и ашиных. Но не распустил этот монастырь. Вот когда это знаешь, все, ты никогда не будешь, ну, конечно, можно сказать, совесть подстанет, что это не так. Там Федора священного. Молодой был такой ревнительный, и он его предъявил поближе. И у него брат пришел в монастырь. Ну, кому принять? Федя, иди, примерь. Он пришел, еще пришел в монастырь. В монастырь. Он сейчас работает, от работы отрываешь. Он ему там столько накладывался и было уходить хотел, по-корме, там, где-нибудь остановил его. Что, да вот он со мной так, он меня так, он вызвал. Ну, еще приферим так. Пришел человек уже, но Малико помягшит. Помягши, разговаривай, ты, Софья, тебе дядь, где меня, он еще не монах. Ну, не монах, ты так постарайся, с ним не нахуй. Я не всего бояюсь. Вот сейчас возьмем тебя на огороде, работая, твоя жена красавица. Ну, кто-то, нашел какой-то мужик, а ты там с коровы водишь, я в окошку убедал. Ну, не будешь взять этот, не держи, и она договорилась с ним, и видно, что он не нападал на нее, а там, и что? Он спросил только, я партной, а там она девица работала из монастыря, а вам партнеры не нужны? Она говорит, я не знаю, это надо настоятельно спросить. А другая его видела, а баба-то не за все цепляется, такие. И вот она еще это начала, а ты сама с мужиком разговаривала, еще и не здесь еще это договариваются. Подозрение, она пришла, воду бросилась, утонула. А это испугалась, пошла повесилась. Да какие же они есть? Двух человек потеряли ни за что. Вот когда монастыр-то узнал, он упаковит, а на 7 лет он еще 7 годов отмечать здесь. Он строгий был, воспоминали его. Вот это, я рассказываю, жития, это не выдувка. Ну, еще и удивительный ростовский, он просто фантаст какой-то сидел, значит, плывает. И как они проверяли человека на настоящего и ненастоящего. Ты картину просто нарисуй, пришел человек, ему говорят, там, где него нет, вот и мой монастыр, мини-дик, там мы там, где их виталии. И просится, и у него мальчишка с собой, а мальчишке 5-6. А что? Я хочу монахин. Да ты сына воспитываешь? Ну, я тут буду. Пошли на стоять, они сказали, скажи, мы тебя примем для коцина, откажись. Ребенку до 6 лет, он же ничего не понимает еще. Он такой хороший, ну вот я у меня такой сидел отроки-то. Вон он там где-то сейчас показывает, где-то. И они его испытать решили, а кем-то можно сапожник. Вот смотри, шею сапоги, но с сыном не разговаривали, как будто не твой. А сами, вот этим, ребенок принесет заедает. Он грязно, затмачивает, в шею его их заедает. Он подходит, тя-тя, есть хочу, а он сидит с шилом, гладя, а это стоять, это в окошко смотрят. Смотри, не реагирует. К настоящему она будет. А ребенок, если еще понять не может, а где в западе любви? Ну, представь, что это ребенок. Он плачет, посинел от холода, тя-тя-тя-тя-тя, он даже не глядит, он думает, то ли ошибся. Такая же рубашка, пленточка, все было. Ребенок. Тогда они придумали по-другому. Монастырь стоит на берегу, а там, знаете, еще трика. Подойди, строго-то сказать, тебя приняли, а этот твой-то не дает даже молиться, мешать. Выбросил он в реку. Он схватает ребенка, бежит, с обрыва его в реку, а река его поперла. Но там они сеть поставили, подняли его, на статистику, это вот после меня его только ставят, настоящий монах. Ну, а где заповеди любви? Это все официальное рассказывает, а не басни. Это каково? А что там монастырь поймали? Чтобы поймать, его должен был за пару-три дней. Он задохнулся намного уже. Ну, тут уже уж совсем-то нельзя показать. Посылку получил, не имеешь право распечатать, а ее ставят на общий стол. Это не в каждой таймере такое это есть. А в другом месте он кем работает? Пекарю. Тоже сын мешает, а ты его в печь, затолкай. Но команду-то кто дает? Это прямо написано в них, древние монастыри называются. У меня в книгах это отображено, страница, все. И он сынули печку и там угли подаст, и он не сделал из него шашлык. Вот видите, которые за монашество, они ничего не знают. А я отдельно буду. Почему отдельно Иисус сказал идите, идите, но не сказал сидите, сидите, сидите. Ну, уж большая разница. Идите и проповедуйте. А нет, я все в Керии все разноцовались, как не умрут идти. Ну, это на выворожен, наоборот, все. Ты иди, иди. Там один был такой добровольственный Моисей. Моисей, кажется, углиный, там два Моисея было. Он здоровый такой, в горы напали, а он прежде-то двоих усадал, в щелных там охрековывал, но они живые. Он их связал через плечо перекину двоих мужиков и подпел. Что делать с ними? Ты так, что я не знаю, убивать нельзя, как бы раньше я бы расправился. Нельзя их убивать. Ээээ, обрати их. И он такой добрый, кто не придет, у него нет задачки, кто-то накормит, напоит. Моисей, 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 ни с ними, ни с ними разговаривает. Самый грамотный человек на две империи. А теперь монахам, задача, кто из них Богу угоден. Вопросы такие решают. Ну, зачем это, когда у Бога, еще не суд Божий. Первый Тимофей, Коринф. 4-5. Не судите никак преждевременно, и такой неприемлемый оспочень, а встречается открытая во мраке, и тогда каждому будет награду к делам его. Кто? И вдруг видят, плывет ладья и управляет. Ну, что? Вал. Кто? Моисей. Значит, Божий. А теперь попросили об этом. А все, и ни с кем, ни слова не говорят. А там паруса надывает Дух Святой и Ангелу, что Вал. Ну, ты понимаешь, куда клонят-то? Я этим все в симфонии-то составлял по житьям и смотрел, а не Бога совсем не знали. Никак. Ну, строгая была дисциплина, а вот упаковия. Так, ну, как кормят-то хорошо? Хорошо, Ваше Милещество! Наедайте до сыта. Наедайте до сыта. Даже не хватает. А остатки куда? Да наедану даже не хватает. Вот я уже армейскую вставил сюда. А они там высказят недавно выдохать и говорят, вот что. А горячий это в обед по уставу положено, а не дают. Как не дают? Да я уже в сад дал. Ну, заставьте. Почему не даете? Ну, никто не ест. Как никто не ест? А он просит. Ведешь, и наугод сядет. А чем же вы занимались? Ну, в коврике, в ткани, ну, если известно, так где они? А вот, 500 штук, а и за каждого там столько нам заплатят. Сиди двора положи все. И все, жжет. 500 ковриков. Так, еще кто что делал, ложите туда. И все поняли, и говорят, вот, все. Он научил, я тебе сказал, что ты той девы, не мельтешись перед окнами. Вот и все. Это по коме. И мы все откровения были. А сегодня, я за монашество. Монахин борется за весь мир. Я говорю, а мы сейчас за Воробьев молимся, что ли? Мы именно, на молитве, знаешь, все поминаем. И Путина, и Вишустина, и Байдена, да, этого Трампа поминали. И Рамзана Кадырова. Мы за всех молимся и просим его в рождение свыше. Перечисляем страны. Белоруссия, Карабах, Казахстан. А то мы молимся. Еще за деньги молимся, что ли? Попали в Беронес. Как у нас в Барнауле говорят, такой безбожник потерился, и никто не хочет отпевать его. Ну, дома один подошел, и Вишина уснул, папироса-то упала, его уже отдадили. Загорело все, и он единик уже скрывает. Вы не можете его потушить. У него ватт уже на земле. Сразу стало известным. Ну, мы должны все сравнить по Библии. Как это получится? Притом монастырьские усталы равны. Рыбу нельзя в гост. А в Соловецком монастыре можно едим суще. Сушеное. Почему? У них хлеба нету. Это разумно. Вот, когда прочитали здесь, я сказал, третьего глава Москва. А я не согласен. По всем пунктам пройлись. На каждый пункт ответим. Какие признаки это? На трех холмах. Мы тут договорились, да. Синь. Пишет, Москва, Синихолмовая. Тут спорить не приходится. Но Даша-то, она обогащает. Ну, назови, которая. Понятно. Не обогащает. А теперь кровь святых. На малыш там все-таки перечисляется. И Даша на нее напоила вином блудодеяния. Каким вином? Ты должен ответить. В Вашингтоне какое вино? Да там ничего нет. Живи богатей. Живут-то. Демократия. Это у нас по-другому. Сейчас некоторые тостуют у нас, потеряются. Я знаю уже, что полиция приезжала, а у меня березка. Сколько? Они каждую, которую березку, они ее пометили красным карандашом и концы посрезали, там кольца такие. И теперь там, которые в лесу нашли, срезали, чтобы совпало где-то. Проходит неделя, вторая, третья, никого нигде нет. А там уже, несколько уголовное дело на меня завели. Они еще не знают. А почему мы уволимся? А как Вы считаете? Я не знаю. У меня вариантов несколько. Один из вариантов такой, что заметили, который полицейский сеть был, и женщины были к нам расположены. А дальше я их провез на Рыжковске и показал эту прорубь. Нам надо это все золотать. Третье, самое важное, что наши вот это березы, они березы-то тут растут. Их не было, это мы посадили. Наши. Мы ее распахали, картошку садили, один раз распахали, сказал, не надо трогать. И как, дул ветер, весной встали, она как морковка растет. Это наше, их на карте нигде нету. Я думаю, это очень сильно могло повлиять. Если дальше не будет, там, в течение лета, значит, прикрыли, у нас все открыто. А я тогда утром встал, опять и все, что у нас было, все попрятал в разных местах, все закрыли, замуровали. А тут-то работать надо, повлиять, вытаскивали, вытаскивали, а потом все уже вытащили, и не хватило. Позавчера наши тут работали мы. Ленок, Ленок этот, кривой. Ну, 104 свая сделали. 104. Это работа-то какая. Вот этот был, Олег Бушев, он здоровый такой, ну и помогал мне, должно быть, Сергей, да? Ты помогал. Нет, Авраамин, вот Авраамин, и просто так. Если у вас Исаак есть, то у нас Алрана, а Яков уже был. Бог Авраам, Исаак и Яков. Вот они там, а я с палочкой только ходил, берил, который взять, какую-нибудь лену отрезать. Хожу, да спотыкаюсь, а там вонежник. Просто невозможно. А в одном месте зашили, так странно, плен обмотан беревочками этими, которые много. А Володя говорил, да, это Алеша, крестной, тот говорит, плен берет, вместо березок это. будто бы, там много клёна, там можно залить вся этих соков. Вот, как мы решили под этим делом. Вот вчера, ну никак нельзя было. И вчера, сразу это вышли, мы машину взяли, мы почти за день ошкурили все, и все перебросили. Завтра любая погода, можно уже без машины там быть. работа большая. А, кому это нужно? Кому нужно? А если то, чтобы себя поддержать, а он уже бухтит, и бухтит, и даже никому не нужно. Макарий Александрийский идет по пустыне. Его монаха не настанавливает. Куда идешь? Он говорит, туда. А откуда идешь? Оттуда. А чего тебе, мужчина говорит, песок? Какой песок? Ну, я там нагрел, мешок положил, а потом куда? Там, на том конце пустыни высыплю. Давай помогу, не надо, я томлю томящего мя. То есть мясо-то могуще, да я через плоть его. Вот мы томим томящего мя. Поставили сеть, и почти в первый же раз сетим по два ведра золотистого карася. Вот мы вернемся, вы к нам придите, мы вам дадим. Все пощищены уже. Надо это все, надо. А теперь, за лето-то наши целые покупали со Сибаковского, да сейчас купались, они руки поднимут, вот столько вот, это надо мной видать, а там, по полюбам, но если это сейчас поднимется, почти на метр, и рыба уже не уйдет, она не замерзшая будет. Ну, этот, мы запустили в тысячу сразу. А до этого было. Поставили мы с Володим, я говорю, я говорю, Володим, кто будет, поставили, давай, на первую посмотрели, там сто шесть, или сколько уже попало. Пока второй ставили. Никому не надо. Это, говорят, и со зла, и глупостей. Выборство небольшое. Ну что, если все, поблагодарим Бога. и благослови, и благослови, Благодарю за занятия, за то, что есть такая мужчина на земле. За духовного царя и наставника Игнатия Тихоновича Лапкина, что входит в истине и никому не дается оснать. Аминь.